Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 10 апреля, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group, в студию ведущий Роман Шевченко. Начинаем с валютной пары евро-доллар. На фоне укрепления доллара США котировки пары продолжили снижение, но по мере приближения к уровню поддержки 1.0575 активность продавцов снижается, увеличивая вероятность возобновления роста. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже среднего значения за месяц, но сегодня не рассчитывая на рост торговой активности. Дальнейшее ослабление котировок пары маловероятно, но качественного торгового сигнала на покупку все еще нет. А сейчас перейдем к валютной паре фунт-доллар. С открытием европейской торговой сессии активность покупателей незначительно увеличилась, но до момента фиксации котировок над уровнем сопротивления 1.2400 активные покупки нецелесообразны. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще удерживается ниже среднего значения за месяц, даже несмотря на всплеск торговой активности в пятницу. Покупки по рынку уже нецелесообразны, при этом пробой сопротивления 1.2400 может подтвердить способность пары продолжить рост. А сейчас перейдем к валютной паре доллар США-канадский доллар. На фоне укрепления доллара США покупателям удалось вернуть часть утраченных ранее позиций, но риск дальнейшего ослабления котировок пары остается высоким. Открытые позиции трейдера указывают на преимущество продавцов, так как укрепление котировок пары сопровождается уменьшением открытого интереса, даже при увеличении объемов торгов. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода, но сегодня рассчитывать на всплеск торговой активности не следует. Медвежий сценарий все еще остается актуальным. А сейчас перейдем к экономическому календарю. Сегодня экономический календарь практически пуст, поэтому уделяем внимание главным событиям минувшей недели, а также предстоящим публикациям на текущей. При этом напомню, что к концу американской торговой сессии с речью выступит глава ФРС. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова